Привет, с вами Sawyer и сегодня мы поговорим про сборку программного обеспечения. У меня было видео про преимущества сборки софта из исходников и я обещал рассказать о том, как можно собирать софт и показать это на примере. Но прежде чем делать такое видео, я решил рассказать в принципе о том, из каких шагов состоит сборка, какие проблемы могут во время сборки случиться, как их решать и в общем-то дать ту информацию, которая поможет вам самостоятельно разобраться практически с любой проблемой, возникающей во время сборки. Сегодня мы напишем небольшую простую программу на языке C, далее соберем ее с помощью компилятора GCC и разберемся с каждой стадией сборки и также я параллельно расскажу, какие проблемы могут на каждой стадии возникать. Но прежде чем мы приступим к практике, давайте немножко поговорим о том, какие же стадии сборки есть в компиляции. Стадии всего 4, они выглядят просто, но на самом деле каждая из них достаточно сложна. И все начинается с припроцессинга. Наверное вы слышали, что в языке C есть заголовочные файлы, которые содержат описание функций и кое-какую другую информацию, а также есть макросы. И вот как раз на стадии припроцессинга макросы и заголовочные файлы добавляются к коду программы, а макросы еще дополнительно раскрываются. И после того, как у нас получен этот полный вариант программы, выполняется вторая стадия, это стадия компиляции. На этой стадии программа на языке C, дополненная всей необходимой информацией, преобразуется в программу на языке ассемблера. И после того, как у нас уже получен ассемблерный вариант, наступает третья стадия, это ассемблирование. Ассемблирование это процесс преобразования мнемоник или команд на языке ассемблера в машинный код. В результате у нас получается файл объектный. И вот сюда уже добавляется, кроме машинного кода, еще информация от так называемых символов. Символы это имена функций, которые мы используем в программе, а также сюда добавляется информация о внешних, о библиотечных функциях. Все это кладется в объектный файл. И для того, чтобы получить конечную работающую программу, нам нужен четвертый шаг, это шаг линковки. Именно в результате линковки у нас появляется информация о внешних зависимостях, о том, где и как их взять. Иногда это добавляется к исполняемому файлу и называется статическая линковка, а иногда это используется в динамических библиотеках, которые хранятся вне нашего файла. Это называется динамическая линковка. Но так или иначе, в результате линковки у нас появляется программа. И вот эта программа уже может быть запущена или не запущена в некоторых случаях в операционной системе, например, если у нас нет необходимых зависимостей, которые являются динамическими. И вот, по сути, вот этот весь путь мы сейчас пройдем с вами вручную, выполнив каждую стадию и посмотрев, что и как там получается. Давайте взглянем на программу, которую мы будем сегодня использовать. Это программа на языке C. Все, что она делает, это выводит на экран слово hello. Состоит из стандартных блоков. Это заголовочные файлы, в данном случае stadio.h, функции main, которая является главной функцией в языке C. Непосредственно функции, выводящие на экран информацию, текстовую информацию. И в конце мы завершаем все кодом возврата, который равен нулю. Если мы компилировали бы с помощью компилятора GCC эту программу, мы бы просто набрали GCC Hello C. По умолчанию оставили бы все флаги, которые есть в этом компиляторе, неизменными. Ну и у нас получился бы файл A.out, который бы при запуске выдавал на экран слово hello. Ничего сложного, но давайте посмотрим, а что же делает компилятор, и попытаемся сделать это самостоятельно. Первым делом компилятор выполняет препроцессинг. Мы можем выполнить то же самое, выполнив команду cpp, hello C, и вывод команды сделаем файл hello.i. В рамках препроцессинга у нас будет файл hello.i, обогащен макросами, то есть будут все макросы раскрыты, но у нас в данном случае не было никаких своих макросов. И также будет вся заголовочная информация, необходимая для компиляции, включена в файл hello.i. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Видите, здесь показано, что реально включено в файл, и очень много определений, которые будут использоваться во время компиляции. Здесь определены, то есть, если бы мы это все указывали в файле hello.c, ну, наверное, это было бы очень нечитаемо и неудобно. Это одна из причин, почему есть заголовочные файлы, которые содержат все определения, и они отделены от основной программы. Достаточно длинный получился файл, зачитывать его смысла не имеет, я лишь покажу, что он действительно очень объемный, и в конце содержится, в самом-самом конце содержится наша функция main. Ничего здесь такого интересного нет. Ошибок на этой стадии практически не бывает, только в случаях, когда не существуют какие-то заголовочные файлы, которые указаны в программе, и тогда их нужно просто проверить их наличие и понять, почему они отсутствуют, исправить эту ситуацию. Ну, а в целом, если все файлы на месте, то ошибок на этой стадии практически не возникает. То есть, крайне редкая ситуация. Давайте теперь посмотрим, что будет получено в результате компиляции этого файла. Когда я говорю про компиляцию, я имею в виду перевод кода на языке C в код на языке Assembler. То есть, у нас промежуточным языком для формирования машинного кода в данном случае будет являться Assembler, поэтому давайте его, собственно говоря, и получим. Для этого мы выполним команду GCC с ключиком S и в качестве входного файла передадим ей файл hello.i. В результате у нас появится файл, который называется hello.s. Вот он. И если мы его посмотрим, то увидим, что это обычный ассемблерный файл. Но единственное, что здесь используется не Intel-овская аннотация, а AT&T-шная. Это немножко меняет представление ассемблера, но тем не менее при должной сноровке можно легко понять, что это те же самые ассемблерные мнемоники, которые просто выглядят немножко иначе. Разбирать мы программу на языке ассемблера не будем. Обратим лишь внимание на то, что у нас есть секция со строкой hello и есть main, которая у нас в конечном итоге попадет в символьную информацию и по сути является в данном случае точкой входа нашей программы. То есть в этом ассемблерном файле иной точки входа не предусмотрено. Окей, после того, как у нас получен ассемблерный файл, следующий шаг это непосредственно ассемблирование, то есть перевода ассемблерного кода в машинный код. Ассемблирование мы будем выполнять с помощью ассемблера, который входит в поставку практически любого Linux. Здесь команда достаточно простая. Мы указываем ассемблер, указываем, куда нам положить результат и какой файл использовать как источник. После работы ассемблера, кстати, это может быть практически любой ассемблер, который понимает соответствующие нотации, мы можем посмотреть, что у нас там получилось в объектном файле. Для этого будем использовать радар. И здесь мы видим, что машинный код. Радар нам показывает всю необходимую дополнительную информацию. Это преобразование машинного кода в ассемблерный код. Вот адреса, которые есть, это, в общем-то, уже может быть использовано для отладки, для более глубокого анализа того, что у нас есть в программе, понимания того, как у нас там все под капотом работает. Но нас интересует лишь то, что у нас действительно получился файл объектный, который содержит машинные команды. И, в общем-то, готов к следующей стадии. Это стадия линковки. Здесь стоит отметить, что на стадии компиляции и на стадии ассемблирования возникают проблемы. Если на стадии компиляции возникают проблемы, то это обычно ошибки, связанные с синтексисом языка C. И здесь, как правило, если вы собираете чужую программу, это лечится только подбором необходимого компилятора. То есть бывает так, что инструменты разработчика не совпадают с вашими локальными инструментами. Есть какие-то изменения в версиях, которые несовместимы друг с другом. И вот тогда приходится искать решения. Правда, это происходит крайне редко. Обычно все эти вопросы решаются с помощью подбора необходимых флагов компиляции. Но на стадии ассемблирования проблем вообще я не припомню. И теоретически здесь могут быть проблемы только с ассемблером, но на практике я их ни разу не встречал. Поэтому самая интересная стадия, и стадия, на которой встречается больше всего проблем, это стадия линковки. Давайте посмотрим на нее. Завершающим этапом сборки программы является линковка. Это достаточно простой шаг, но здесь возникает наибольшее количество ошибок. Все дело в том, что линковка бывает статическая, динамическая, и заключается в том, что к вашей программе присоединяется либо информация о том, где, в каких библиотеках находится код, необходимый для запуска библиотечных функций, либо непосредственно присоединяется сам код, который необходимо выполнить. То есть в случае динамической линковки вы во время рантайма берете код из библиотек, находящихся в операционной системе, и для этого есть динамический линкер, который работает вместе с вашей программой. А в случае статической линковки весь код уже присоединен к исполняемому файлу и выполняется уже без зависимости от операционной системы. Ну и как вы понимаете, если линковка динамическая, именно она используется по умолчанию, то если файла с библиотечным кодом нет в системе, то вот в этот момент возникнет ошибка. Давайте для начала попробуем с очень простой командой выполнить линковку. Мы будем делать динамическую линковку, и сразу простая команда выдает нам аж две ошибки. Первое это предупреждение о том, что нет входной точки старт. Насколько помните, у нас есть только main в нашем ассемблерном коде, и здесь будет просто использоваться стандартный по умолчанию заданный адрес. А второе говорит о том, что у нас нет определения printf. Действительно, мы не подключили никакую библиотеку. Значит, для того, чтобы побороть первое предупреждение, будем использовать явные указания точки входа, а для того, чтобы побороть второе предупреждение, будем явно указывать, какую библиотеку использовать. Вот так, если мы запустим программу, то все скомпилируется. Мы используем динамическую линковку, поэтому используем shared library. И теперь давайте попробуем запустить нашу программу, которая успешно слинковалась, но при этом не запускается. Говорит о том, что не может быть запущено, или файл не существует. Давайте внимательнее глянем, что у нас там в плане прилинкованных библиотек есть в нашем файле. Первое, все замечательно слинковалось с библиотекой libc. Если проверить, то эта библиотека действительно присутствует в системе. А вот здесь у нас ошибочка. Все дело в том, что вот этого файлика, вот этой ссылки на lib64100.1, ее не существует в системе. И поэтому нам нужно при линковке сделать следующее. Нам нужно указать вот этот динамический линкер, который необходим для запуска динамических библиотек, LD Linux x8664. Нам нужно его указать прямо явно. Если мы таким образом сделаем линковку и снова посмотрим на нашу программу, то все замечательно. Все замечательно, потому что теперь мы выполнили прямо явно указание, сделали линковщику, где взять нашего динамического линковщика. И здесь нужно отметить, что если мы делаем это с помощью компилятора GCC, то никаких ошибок не выдается. То есть он сам как-то знает, какой линковщик взять. И это то, почему нам реально нужен GCC. Все дело в том, что вот это значение, которое у нас появилось здесь, это значение, которое стоит по умолчанию, и оно не актуально для нашей версии линукса. Она наверняка в каком-то из линуксов будет верной, но вот конкретно в линуксе, который установлен у меня, это будет неверное значение. И для многих сборок линукса это будет неверно. В свою очередь GCC знает все необходимые зависимости, и в него заложены все механизмы, необходимые для сборки. Именно поэтому такая ручная сборка, которую мы сейчас делаем, на практике никогда не используется, потому что возникает много таких шероховатостей, которые, в общем-то, компилятор и призван решать. Но мы вроде бы собрали программу теперь верно. Давайте ее попробуем запустить, и опять получаем ошибку. На этот раз у нас уже ошибка связана с нарушением адресации, то есть мы попытались обратиться к памяти в операционной системе, к адресу, который нам не доступен. С чем же это связано? Вот эту ошибку нужно начать с рассмотрения процесса запуска программы. Давайте немножко поговорим об этом. Запуск программ в разных операционных системах выполняется по-разному. То есть в macOS, Windows или Linux это будет разная последовательность действий, хотя они будут достаточно похожи друг на друга. И здесь надо понимать, что есть исполняемые файлы, есть формат этих файлов, и есть требования операционной системы, которые закреплены стандартами. Вот я коротко рассмотрю, как это делается в системе Linux, но, как я уже сказал, похожая логика используется и в других операционных системах. Здесь нужно понимать, что в самом начале у нас отрабатывает загрузчик Loader, вы видите его на схеме. Дальше идет инициализация, и дальше управление передается в функцию Start, или это как раз та самая Entry Point, о которой мы будем разговаривать далее. То есть входная точка Entry 0, это и есть функция Start. Уже внутри функции запускается функция Lipsy Start Main, и выполняется, соответственно, внутри нее функция Lipsy CSU Unit, и далее идет инициализация, которая, как вы видите, достаточно большим таким блоком представлена. Потом управление передается как раз в нашу функцию Main, ту функцию Main, которую мы написали. И кроме функции Main, как вы помните, мы больше ничего не задавали, и вот как раз в этом наша проблема. Ну и уже после того, как функция Main отработает, вернет свой код возврата в функцию Lipsy Start Main, мы как раз переходим к процессу выхода. То есть это системный вызов Exit, который на самом деле дополняется тут еще и финализацией, деструкторами, ну и другими шагами, связанными с очисткой памяти и с завершением работы программы. Как вы понимаете, кроме функции Main, программисты, то есть мы с вами ничего не указываем, когда используем компилятор. Все остальное делается с помощью определений, которые есть в файлах, которые называются автостарт. И, точнее, файлы автостарта. Они называются по-разному, но это общая группа, которые обычно говорят файлы автостарта. И нужно понимать, что этих файлов, их много, это библиотеки, которые есть в системе, которые точно так же можно подключить к программе, и тогда все будет работать корректно. Давайте посмотрим, как же это все нужно было сделать, чтобы все скомпилировалось и заработало правильно. Давайте теперь сравним вариант, который скомпилирован с помощью GCC, и вариант, который мы сделали вручную. Для этого будем использовать радар, и посмотрим, какие entry point используются в том и другом случае. Радар – это фреймворк для анализа двоичных файлов. Запустим анализ, и посмотрим, как выглядит entry point, скомпилированного с помощью GCC файла. Как вы видите, здесь идет инициализация, и потом тот вызов libc startmain, который мы видели на картинке ранее. Мы знаем, что этот вариант в итоге заканчивается вызовом системным exit. Окей, а если мы теперь посмотрим на наш вариант, также его проанализируем и выведем entry point, то мы здесь видим совсем иную картину. Мы увидим вызов printf, это по сути наша функция main, теперь это entry 0, точка входа, и в конце идет возврат. То есть вот по сути в этом и есть проблема. Мы возвращаемся из точки входа в какой-то адрес, который нам не принадлежит. Для того, чтобы у нас все корректно заработало, нам необходимо правильно инициализировать entry point. Точка входа, она содержится в библиотеках, которые я уже говорил, называются файлы автостарта. И по сути, если мы не будем указывать линковщику точку входа и подключим все необходимые библиотеки, то мы и решим проблему правильного входа. То есть если мы сейчас возьмем, и вот я уже подготовил файлик, запуск команды с корректными файлами, мы видим, что здесь достаточно много библиотек. Давайте их сейчас сначала запустим, скомпилируем и запустим файл. Отлично. На этот раз никакой ошибки не произошло, и если мы сейчас проанализируем с помощью радара точку входа, то мы увидим вполне себе корректную точку входа. Здорово. Но, как вы видите, в этом варианте нам пришлось определить достаточно много библиотек автостарта. Как я о них узнал? Я запустил компилятор в режиме расширенного вывода, и вот здесь все эти библиотеки перечислены. Конечно, каждый раз смотреть, что там делает компилятор, неправильно, поэтому он и существует, чтобы мы не делали все это вручную. Ну и для какой-то сколько-нибудь большой программы это будет сложно. Тем не менее, для вот такого исследовательского примера мы смогли все это сделать вручную. И здесь я хотел бы добавить, что даже компилятор запускать с флагами и всеми параметрами в разных окружениях очень сложно. Поэтому есть make-системы. Но возникает вопрос. Могли бы мы без добавления вот этих библиотек автостарта запустить эту программу? И да, ответ могли. Сейчас расскажу как. Второй вариант запустить эту программу, это решить проблему с возвратом. Как вы видите, проблема в том, что вот этот return возвращает нас в адрес, который нам не принадлежит. Но если мы его заменим на системный вызов exit, и далее выполним все то же самое, что мы уже выполняли ранее, то есть запустим все шаги сборки, включая ассемблирование. Ну и вот в данном случае нам нужно запустить нашу LD с параметрами, которые мы делали раньше, и проверить, заработает ли наша программа теперь. И сейчас все стало корректно. Если мы запустим радар, посмотрим, проанализируем файл и посмотрим, что у нас в entry point, то entry point как раз наша функция main. Но последний вызов это выход, и поэтому никакого возврата не происходит, никакой ошибки не происходит. И это здорово, потому что теперь мы приходим к вопросу, а нужна ли нам вообще вот эта конкретная функция main для того, чтобы запустить вот такую простую программу. Давайте проверим, можно ли заменить main на что-то другое. Для этого давайте отредактируем файл hello.seam, добавим здесь функцию sawer, все остальное оставим без изменений, и теперь заново выполним все те шаги, которые мы делали ранее. Единственное, что нам нужно будет указать точку входа sawer, и теперь запускаем программу. Вуаля, мы сделали программу, которой нет функции main. Если мы теперь ее скомпилируем с помощью GCC, то она не скомпилируется. Если мы сейчас с помощью радара посмотрим нашу программу hello, проанализируем, посмотрим PDF, то мы увидим, что у нас entry 0, также осталась наша функция, также есть exit. И если мы посмотрим на символы, то увидим, что там нет символа main, но зато есть символ main, зато есть символ sawer. Таким образом мы создали программу на языке C, у которой нет функции main и которая работает. Но надо понимать, что в серьезных больших программах инициализация, которая делается в библиотеках автостарта, может повлиять на сборку и работу программы. Поэтому то, что такая простая программа заработала, не гарантирует работы чего-то более сложного. И в реальной жизни, конечно же, нужно делать нормальную компиляцию с помощью компилятора, но вот в нашем конкретном случае для учебного примера, чтобы разобраться, мы сделали все необходимое, чтобы программа собралась и заработала. Надеюсь, вы поняли, что сборка состоит из четырех шагов и на последнем шаге, на линковке, существует достаточно много нюансов, которые нужно знать. Первое, это то, что линковка делается с точкой входа, что для этого нужны библиотеки автостарта, в которых определяется и выполняется инициализация необходимой для работы программы. И также вы должны понять, что если у нас нет динамических библиотек во время работы программы, то она будет завершаться с ошибкой. Более того, все эти режимы вручную, которые мы выполнили, не рекомендуется делать вручную, потому что среда окружения, где собирается программа, может быть разной, и компилятор GCC знает гораздо лучше, как правильно собрать программу. Ну и последнее, использовать GCC напрямую тоже не самая хорошая идея. Есть системы сборки, которые в реальных приложениях, в сторонних приложениях используются для сбора программы. И в следующих видео мы на них посмотрим. Ну, на этом все. Спасибо, что слушали. С вами был Сойер. До свидания.